Дорогие друзья, всем снова добрый день. Снова кубик 5х5, только теперь уже не центры, которые мы собрали в предыдущих видео, а ребра. Ну что же, ребра, они состоят, точнее не они, а каждая из них по отдельности состоит из трех элементов. И вот между этими элементами нужно видеть четкую разницу. Дело в том, что ребра на кубике 5х5 делятся на две категории, и более опытные, чем я, спидкуберы уже придумали им название. Вот это ребро относится к категории центральных ребер, а вот это, вот эти два, точнее, ребра, относятся к категории так называемых вингов, что с английского переводится как крылья. Вот они, винги. Ну что, если посмотреть вот так вот, то центральные ребра живут только на третьем этаже, а винги не могут жить на третьем этаже. Они живут либо на втором, либо на четвертом. Вот, собственно, и вся между ними разница. Ну и, естественно, центральное ребро находится между двумя вингами. Получается, что ребер в кубе должно быть 12, 4 сверху, 4 снизу и 4 посередине. Это число мы умножаем на 3, потому что каждое ребро состоит из трех элементов. И получаем число 36. Ну и давайте проверим нашу с вами логику, сообразительность. Давайте подумаем, сколько из этих 36 вингов, а сколько центральных ребер. Напишите, пожалуйста, это в комментариях. Ну, а я скажу, собственно, правильный ответ. Вингов будет 24, а центральных ребер 12, по понятным причинам. Ну, наверное, все-таки озвучу лишний раз причины, потому что каждая из ребер состоит из трех элементов. Одно из которых центральное и два винга. Соответственно, вингов будет в два раза больше, чем центральных ребер. И начнем сборку ребер мы именно с вингов. Мы не будем обращать вообще никакого внимания на центральные ребра. Значит, смотрим вот сюда вот. Налево, на второй этаж. Что мы здесь видим? Мы здесь видим красно-синее ребро и, естественно, это категория винг. Значит, находим второе такое ребро. Ну, в данном случае искать пришлось недолго. Вот оно у нас. Что же делаем мы с этим ребром? Наша задача поставить его вот сюда. Напротив. Так, чтобы здесь было красное и здесь было красное. Но по-другому у вас и не получится. У вас не получится поставить это ребро сюда так, чтобы здесь было синее. В общем, ну, это упрощает задачу. Как мы это делаем? Дело в том, что, если вы смотрели мои обучалки по кубику 4х4, здесь ребра состоят из двух элементов. И, собственно, винги собираются точно так же, как спариваются вот эти два элемента. Абсолютная аналогия. Мы тоже ставили одно ребро сюда, второе ребро такого же цвета сюда. После чего делали незамысловатую комбинацию. И у нас образовывалась пара ребер. С вингами ситуация абсолютно аналогичная. Только нужно понять, как же это ребро загнать сюда. Ну, предлагаю его для начала выгнать отсюда наверх. Выгнали. Да? Ну, а теперь, если поставим в один ход, то у нас вот это уйдет. Да? Ушло, видите, да? Поэтому мы это уберем, это вернем и это вернем. И все. Как бы тут ваша фантазия по большей части играет роль, нежели то, что я показываю. Все. Наши винги находятся друг напротив друга. Ну и начинаем с ними работать. Поехали. Видите, да, первый ход? В принципе, абсолютно не отличается от сборки кубика 4х4. Я рассказываю сейчас для тех, кто, в общем-то, не видел этого видео. Разница только в том, здесь-то понятно, что мы должны крутить ровно половину. А здесь, сколько мы должны крутить? Два нижних слоя или три нижних слоя? Мы должны крутить два нижних слоя. Третий слой трогать не надо. Вот таким вот образом крутить не надо. Только так. Ну и делаем ту же самую комбинацию. Неполный пив-паф. В Лондон выключили свет. Из Лондона свет включили. Вернулись и получили вот такую картину. Два одинаковых винга, а между ними какое-то бело-оранжевое непонятное центральное ребро. Но если бы оно было синий-красное, в общем-то, сути от этого бы не менялась. Наша задача сейчас сделать так, чтобы здесь в каждом ребре, в каждом из 12 ребер были одинаковые именно винги. Пока что только красно-синее ребро, только с красно-синим ребром мы добились успеха. Ну что, еще одно ребро, любое выбираем. Ну, допустим, выберем бело-зеленое. Главное, чтобы оно было на втором этаже и слева. То есть, если взять кубик так, то вот это будет на втором этаже и слева. Но мы взяли вот так. Бело-зеленое. Ищем. Вот оно. Здесь все просто. В два хода добились своего. И делаем ту же самую комбинацию. Такой вот слайс. Неполный пив-паф. В Лондон выключили свет. Из Лондона включили свет. И возвращаем все на место. Еще два винга у нас на местах. Друзья, если вы включили это видео совершенно случайно и не понимаете, что такое Лондон. Включить, выключить свет. Вам лучше посмотреть обучающее видео по сборке кубика 3х3 сначала. А ссылка на это видео находится в описании к этому видео. Ну, а я продолжаю. Красно-зеленое ребро. Напротив нужно поставить еще одно красно-зеленое. Для начала его нужно найти. Вот оно. Здесь все тоже просто. В один ход. Поехали. Слайс. Неполный пив-паф. В Лондон. Выключили свет. Из Лондона. Включили свет. И отменили слайс. И таким образом... Ааа, посмотрите, я ошибся. Это зелено-красно, а это зелено-оранжевое. Я просто через камеру смотрю на кубик. Ага. И не заметил разницы между красной и оранжевой наклейками. Ну, тем лучше. Значит, я покажу вам, что делать в том случае, если вы ошиблись. А ничего страшного. Просто продолжать. Ну, допустим, желто-синее нашли. Просто забыли про то, что мы сделали. Нашли второе желто-синее. Поставили. Теперь я уже безошибочно точно определил цвета наклеек. Ну, видите, чуть-чуть получилось так, что я пострадал дельтонизмом. В процессе записи этого обучающего видео. Не отличил красное от оранжевого. Зато здесь все четко. Дальше поехали. Желто-красное. Желто-красное ребро. Где у нас второе желто-красное ребро? Вот оно, второе желто-красное ребро. Но, друзья, оно нам не подходит. По одной простой причине. Оно не относится к категории вингов. Это центральное ребро. А вот еще одно желто-красное ребро. Но получается так, что она у нас не встает на второй этаж в один ход. Значит, мы его неполным пиф-пафом выдергиваем. И делаем все ту же комбинацию. О которой я уже, в общем-то, не раз говорил. Вот они друг напротив друга. И той же самой привычной комбинацией. Доделываем до конца то, что хотели сделать. Поехали дальше. Сине-белое вижу. Ищу сине-белое. Вот оно, сине-белое. Стараюсь поставить вот сюда. Но получается поставить только наверх. Аналогично. Неполный пиф-паф. И еще четыре хода. И оно внизу. Поехали. Как-то так. Еще одна пара есть. Ну и таким образом, собственно, надо проследить, чтобы все пары были нужного вам цвета. Бело-оранжевое. На сей раз это точно оранжевое. Ищем еще одно бело-оранжевое. Вот это бело-оранжевое нам не подходит. В комментариях напишите, почему оно нам не подходит. Я надеюсь на то, что вы уже это понимаете. Так. А я не вижу второго бело-оранжевого ребра. Но нужно искать его до тех пор, пока не найдете. Потому что оно же не могло пропасть бесследно. А, вот оно. Ну, отсюда его очень легко сюда поставить. Вот это. Сдвигаем, чтобы не получилось так, что мы это ставим, а это у нас уходит. Поэтому сдвигаем его вниз, это ставим на место, это поднимаем обратно. Ну и все это между собой спариваем. Как бы страшно это ни звучало. Слово спариваем. Давайте посчитаем, сколько у нас уже. Сверху одно, два, посередине три, четыре, пять. И снизу шесть. Только шесть. Ну что, продолжаем в том же духе, собственно. Шесть из двенадцати сделали, остается еще шесть. Так, бело-красное. Что с ним делать? Искать. Вот это нашли, но это центральное ребро, оно нам не нужно. Так, опять. Получилось так, что одно на втором этаже, второе на четвертом. Делаем привычную комбинацию. И получаем то, что хотим. Надеюсь, то, что я в этом видео показываю вам понятно безо всяких проблем и дополнительных разъяснений. Если это не так, пожалуйста, дайте знать. Седьмое ребро у нас на месте. Так, поехали дальше. Что еще поищем? На втором этаже у нас... А, есть еще один. Есть еще одно ребрышко. Оно у нас оранжево-синее. Ну, давайте смотреть. Вот оно. И, кстати, я уже наперед знаю, что сейчас произойдет. Сейчас мы соберем не только два винга, но еще и между ними центральное ребро тоже будет такое, какое нужно. Ну, будет и хорошо. А вообще это не важно сейчас на данном этапе. Поехали. И вот, как я вам и обещал, сразу все ребро, состоящее из трех элементов, целиком уже заняло свою позицию. Ладно, на втором этаже у нас вот зелено-оранжевое еще. И вот оно еще одно зелено-оранжевое. Точно так же друг напротив друга ставим. И все с помощью той же комбинации, одной, делаем то, что нам нужно. Желто-зеленое теперь встало. Вот оно второе желто-зеленое. Также ставим друг напротив друга. Тем способом, который вам подсказывает ваша фантазия. Или одним из тех, о которых я рассказал в этом видео. И, по-моему, уже девять или десять ребер у нас на месте. Так, поехали дальше. Здесь у нас... Ага, желто-оранжевое. Желто-оранжевое. Удобнее всего всегда смотреть сюда. Здесь сюда всегда практически попадает то, что не собрано. Вот. Где же наша желто-оранжевая-то? Спряталась она от нас. Не так-то просто ее найти будет. Вот она, желто-оранжевая. Ставим. И делаем то же, что делали до этого уже девять или десять раз. Так. А вот с этим ребром тоже интересно получилось. То есть, оно вроде как бы целое, да, даже центральный элемент встал между ними, но встал неправильно. Но, как вы уже поняли, мы на это не обращаем никакого внимания. Ну что? Что у нас получилось теперь? Естественно, вы должны понимать, что больше одиннадцати раз вам эту комбинацию прокручивать не придется. Потому что, если одиннадцать пар вингов вы уже спарили, то двенадцатое спарится автоматически. Оно просто никуда не денется. Сверху есть, 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 есть. Посередине есть, есть, есть даже целое. Есть снизу пара, 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 пара. Все. Цель выполнена. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Обязательно отвечу. А на этом эта часть подходит к концу. В следующей части я расскажу, что делать с центральными ребрами. До новых встреч!